Здравствуйте, друзья! Как всегда, по вторникам мы рассказываем вам в доле историю нового бизнеса. И, ну, тяжеловато вливаться после праздников в суровые будни, но я думаю, что герои наших программ должны вас своим примером вдохновлять, потому что наш сегодняшний гость специально для того, чтобы поучаствовать в нашем диалоге, приехал аж из Перми. У нас в гостях сегодня основатель компании NovaScore, которая занимается сдачей государства в аренду машин скорой помощи с водителями, Евгений Фридман. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Правда, сегодня прилетели утром? Да, в 6 утра. Спасибо огромное. То есть у вас праздники закончились уже, в общем, сразу? Ну, практически, да, выходные закончились, и мы с понедельника начали работать. У нас, благо, работы много, сейчас запускаем Екатеринбург, поэтому много очень. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет ваша компания? Как это так вообще сдавать государству в аренду машины скорой помощи? Я даже не знала, что такое бывает. Да, для России мы вообще инноваторы, а во всем мире это называется аутсорсинг. То есть аутсорсинг непрофильных функций. У нас лет 8-10 назад в регионе была целая политика, когда на уровне региона, на уровне государства было приказано отказываться от непрофильных функций чиновникам. То есть это там стирка белья, это там лечение, не лечение, а в больницах питание организация, лабораторные услуги. То есть то, что может делать малый бизнес там, где есть рынок, нужно отдавать, с одной стороны, и развивать тем самым новые ниши в малом бизнесе. А с другой стороны, скажем так, снимать задачи с главных врачей, например, если говорить про медицину и про нашу непрофильную, и чтобы они занимались конкретной функцией лечения. В 2007 году нас пригласили, как экспертов в транспортной системе, то есть до этого я там занимался пассажирскими перевозками, мы достаточно успешно это делали. Нас пригласили в систему здравоохранения города Перми посмотреть, что такое, и вообще есть ли там ниша для бизнеса, и возможно ли каким-то образом поучаствовать. Мы посмотрели, началось все с больницы и поликлиник, когда вот лаборатории начали возить, там главных врачей, бухгалтерии, и дальше следующим этапом уже с 2008 года предложили попробовать скорую помощь. Было там 25 машин, мы рискнули, на полгода нам дали контракт, мы вложили 30 миллионов, то есть шансов... До этого, как я понимаю, в вашем парке были только маршрутные такси. Да, маршрутные такси. То есть вам пришлось покупать... Конечно, да, мы инвестировали 30 миллионов на свой страх и риск, и вот попробовали, сейчас мы там уже имеем историю 7 лет, 4 регионов, и достаточно интересную историю и модель, потому что с каждым годом государство заставляет и регионы, и муниципалитеты действовать более эффективно, и то есть вопрос не в какой-то там экономии, там, ради чего-то, да, а именно если там картошка, грубо говоря, стоит, там, рубль, она должна стоить рубль, а не должна стоить 5 рублей. Если услугу транспортного обеспечения скорой помощи можно оказать, там, за 300 рублей в час, а не за 600 рублей в час, она должна оказаться за 300, то есть цель, опять же, вот этого вывода, это не просто какая-то вот там дурь в голове, там, очередного чиновника была, да, а это была задача создать конкурентную модель, за счет этого повысить качество услуги, да. То есть вы хотите сказать, что в ситуации, когда частный предприниматель сдает государству в аренду машину с водителем, это государство обходится дешевле, чем содержать собственный пас. Однозначно это получается. 100% это и дешевле, и качественнее, потому что если вначале мы были единственными, то сейчас там на рынке в Перми и там в других регионах, где мы работаем, есть конкуренция. Хоть и нет войны жесткой, да, но там мы понимаем, что нам в спину дышат, и если мы не будем качество показывать, с нами попрощаются. Значит, у вас сейчас свой парк скорых помощи, скорых помощи, правильно я говорю? Да. Автомобили в Перми, в Уфе. Кирове. И вот сейчас Екатеринбург, воскресенье, да. И правильно ли я поняла, что вы планируете также заниматься санитарной авиацией и вводите еще электромобили в скорую помощь? Смотрите, мы каждый день, так как мы бизнес, да, мы пытаемся что-то развиваться, мы пытаемся искать новые ниши, с одной стороны, с другой стороны, также внутри себя повышать эффективность, потому что конкуренция растет, надо конкурировать, надо выигрывать аукционы. Все это через торговые площадки проходят разговоры, когда я слышу, что вот госзаказ там кто-то попилил или еще что-то там сделал, да, там, не касаемо нас, а в общем, да, это, ну, достаточно глупо, потому что сейчас сделана такая система, которая, там, вот вы можете завтра захотеть и пойти поучаствовать на оказании транспортных услуг, скорой помощи. Ничего для этого вам не надо будет, только потом, когда вы выиграете, надо будет купить машину и там, ну, организовать этот процесс. То есть, в принципе, любой желающий может предоставить качественную услугу. Конечно, и более того, там, на меня иногда смотрят как на сумасшедшего, но мы всегда говорим, и мы говорим о том, что мы хотим развивать конкуренцию в этом бизнесе, потому что рынок очень большой, и очень важно именно менталитет изменять, ведь мы работаем 7 лет, а только 4 региона, да, вот сейчас идут вот по этому пути. А менталитет потребитель или менталитет чиновника? А тут, на самом деле, 3 менталитета состыковываются. Один менталитет — это менталитет заказчиков, то есть, там, главных врачей, чиновников у нас за 20-30 лет никак не могут, вроде, перешли к экономике капиталистической, скажем так, да, и все равно не могут перейти от натурального хозяйства, то есть, хочется свое, пощупать, как так мы там передадим, тем более, скорую помощь, машину, а если он завтра обанкротится, а если... То есть, с этими инструментами не все умеют работать, и поэтому какая-то только часть, там, 30-40% чиновников, причем это и губернаторы, и министры, и, там, главные врачи скорой помощи, готовы идти современно... На диалог. На диалоги и готовы что-то делать. Остальные очень аккуратно, очень так это... при... предвзято к этому относятся. Несмотря на то, что они видят реальные цифры, видят статистику, и понимают, что это могло бы оптимизировать расходы. Да, конечно. Вот, и с этой точки зрения мы, вот, исходя из вот этой некой... Косности. Косности, да, нам приходится ломать вот этот менталитет. И чем больше нас будет, таких сумасшедших, да, в хорошем смысле слова, тем менталитет удастся ломать лучше, и в результате это выигрывают потребители. То есть, это первое, вот, там, заказчики, да. Вторая ментальность, это ментальность потребителя, да. То есть, у нас не обходится ни один запуск в регионе, где бы, там, на форумах, комментариях начались бы разговоры, все, приватизируют скорую, совсем оборзели. Не дозовешься теперь. Не дозовешься, сейчас заплатно будет, а речь-то ведь не идет о самой скорой помощи. Речь идет только о транспортной составляющей, то есть, непрофильной. Ведь, не дай бог... То есть, врачи все те же, станции все те же. Конечно, для нас с вами, там, не дай бог, конечно, вызывать скорую, но нам без разницы, чья форма собственности автомобиля приедет, да. То есть, нам важно, чтобы она вовремя приехала, быстро приехала. Мы же не платим за вызов этого автомобиля. Конечно, конечно, за это платит сама скорая помощь. То есть, она определяет деньги, которые она раньше платила водителям сама, закупала бензин, запчасти, машины. Она это сложила в один мешок, да, и как бы разделила по часу и говорит, вот, я готова платить за час вот столько-то. Готовы работать? Готовы. Соответственно, вот, возвращаясь там чуть-чуть назад, да, по экономике, если говорить, то очень важный момент, что те деньги, которые тратит скорая, не переводя на аутсорсинг, за эти же деньги мы предоставляем уже на новых машинах, на своих. То есть, как минимум, вот если говорить на примерах прямо живых цифр, там, в Перми за пять лет экономия бюджета, там, 100 миллионов. В Кирове, там, 38 миллионов. А за счет чего? А за счет того, что если бы они не перевели на аутсорсинг, они бы все равно тратили бы деньги, которые вот нам выделяются на почасовую оплату, но им бы пришлось бы за пять лет обновить 100 машин. Одна машина около миллиона. То есть, 100 миллионов мы инвестировали, соответственно, в это направление, и за счет эффективного менеджмента нам получается еще и зарабатывать на этом. А что за машины вы покупали? Это отечественные? Значит, когда мы начинали в 2007-2008 годах, у нас была эйфория, и мы хотели подвиг совершить, мы купили иномарки. Но спустя полгода мы очень сильно пожалели, потому что у нас не налажена логистика в стране настолько, чтобы очень оперативно, скорая помощь, она не терпит ни минуты, нужен, несмотря на то, что большой резервный парк у нас и все остальное, мы обязательно должны ремонтировать вовремя и в срок. А запчасти не доходят. А запчасти не было. Продолжим разговор после новостей. Оставайтесь с нами. Сегодня с нами в доле основатель компании «Новоскор», которая занимается сдачей государству в аренду машин скорой помощи с водителями в четырех регионах России, Пермь, Кировск, Уфа и Екатеринбург, Евгений Фридман, 65 10 99 6, наш московский телефон. Заглядывайте на сайт Финам.фм, страничку программы в доле. Так вот, мы остановились на том, что сначала вы привезли в Пермь 30 иномарок. Да, 30 иномарок. Были счастливы, что мы сейчас тут всех взорвем, такой подвиг совершим. А когда ремонт было делать очень трудно, нам приходилось... То есть это только-только линия была налажена в России. Дилер, который там обслуживал эти машины, говорил, 30 дней запчасти, пожалуйста. Мы выходили на поставщиков в Германию сами, пытались выстроить, переплачивая безумные деньги за запчасти. В общем, сейчас мы полностью перешли на парк отечественного производства. Это «Газели». С учетом того, что обязательным условием, когда мы обсуждаем с регионом вход и участие в этом проекте, является обновление подвижного состава раз в 5 лет. Это принципиально... То есть старше 5 лет машина больше не может? Машин нет. Да, сегодня, благодаря тому, что Пермь, Уфа, Киров находятся в Привозском федеральном округе, Привозский округ самый молодой по транспорту скорой помощи. То есть старше 5 лет машин нет. В Кирове машинам год, в Перми машинам максимум 3 года сейчас. А водители, которые эти машины водят... Это очень важный тоже вопрос. Это третья ментальность, о которой мы с вами должны говорить. Это водители, в основном, которые работали раньше в скорой помощи. То есть вы не стали пересаживать своих водителей с маршруток, например, на скорой? Нет, конечно. В МУПах-ГУПах. То есть для нас это была принципиальная позиция, во-первых, сохранить коррективы. Рабочие места. И второй момент — научить их работать по-новому. Это очень важный момент, потому что, когда ты работаешь в государственной структуре, и у тебя нет собственника, и нет хозяина, ты можешь творить всё, что угодно. И не выходить, и загулять, и где-то бензинчик себе налить куда-нибудь. И помочь кому-то попробовать, когда ехать в аэропорт. Ну, это больше специфика Москвы, как бы в регионах это не так актуально, но, тем не менее, более расхолаженность есть. И когда они слышат частник, да, они, ой, всё, кошмар, там, мы не пойдём. Это абсолютно все регионы проходят так же, как... Да вы что, правда? Да, абсолютно. Не хотят работать на бизнес? Никто не хочет. Причём, вы знаете, мы... Я так предполагаю, что им немножко другая зарплата предлагается. Да, зарплата больше всегда, процентов на 20-30, и при этом мы всегда удивляемся, почему нет. Это вроде бы ведь новые машины, вам не надо теперь ремонтировать. Мы там, у нас на аутсорсинге также ремонт круглосуточно в специализированных сервисных центрах. То есть вы только водите этот автомобиль? Да, грубо говоря, одевай белую рубашку и води. Там, 12 часов отводил, иди отдыхай. Всё по закону, всё в социальные пакеты. И мы не могли понять первое время, откуда вообще эта вот ненависть-то такая классовая. А оказывается, всё очень просто. То есть у них к муниципальной зарплате, вот когда они там в штате, ещё столько же примерно, они получают в формате бензина, сливов, запчастей и всего остального. И оттуда возникают спорные вопросы. И там, где, соответственно, вот такие вопросы возникают, мы стараемся, сейчас нам проще. То есть мы, грубо говоря, в том году Киров запускали, когда возник такой вопрос. Мы там взяли 5-6 активистов, привезли их на машине в Пермь. Говорим, идите, общайтесь. Они пошли пообщались. Причём было очень интересно, мы их привезли в гостиницу, сказали, утром в 9 придём к вам. А они хорошо, в 9 приходит у нас механик, говорит, поехали, они говорят, а мы ночью уже все подстанции нашли, сами всё узнали. Ничего себе. Вы же нас, говорит, повели бы к своим. Примчивы какие. Да, вот. Но вот эта припримчивость, хорошо бы, если была бы на работе бы. Да-да-да. Но, в общем, это тоже ментальность, которую надо менять. А, с точки зрения, что предприниматели не преступники, это вот остаток 90-х, да, там, честные и хотят работать, и хотят что-то создавать, там, мы проводим постоянно праздники, мы проводим какие-то там тимбилдинги. То есть вы, как сказать, прививаете им корпоративную культуру, да? Конечно, мы стараемся. Небось ещё и переодели в униформу. У нас в пассажирских перевозках была униформа, здесь у нас её нет, но мы сейчас как раз этим занимаемся. То есть у нас раньше были разные бренды, сейчас вот мы объединились под неким брендом «Новая скорая помощь», «Новоскор», да, и вот как раз этим занимаемся. Первично у нас именно корпоративные духи, вот какие-то мероприятия, соревнования, они профмастерства проводят каждый год в День автомобилиста, получают хорошие подарки. И, в принципе, те, кто уже почувствовал вкус работы в такой новой методе, они уже не хотят никуда идти. Но это вот такой вот трудный щепетильный процесс, который надо иметь. Но есть, наверное, всё равно процент какой-то отсеивающихся, да? Конечно, конечно. То есть неподдающихся. Первично это процентов 20-30. Это связано с возрастом? Конечно. Чем старше, тем сложнее им принять решение такое. Хотя очень зависит всё и от главного врача. То есть если главный врач авторитетный, и он, грубо говоря, под свою ответственность говорит, ребят… Я ему доверяю? Да. И они говорят, ребят, вот вы пойдите, попробуйте. Если там у вас не получится, я вас возьму обратно. Они идут, и потом всё нормально. Если вот бывают такие главные врачи, которые там ни рыба, ни мясо, то есть они, соответственно, не очень их слушают. И в этом случае, конечно, нам приходится самим убеждать какими-то методами. Но в принципе сейчас уже этот вопрос не очень острый, хотя, конечно, всё равно его нужно учитывать. А вы говорите, я возьму обратно, то есть всё равно, да, в медицинских учреждениях парк существует, остаётся какая-то часть собственности? Если говорить, например, там про Уфу, там идёт постепенный переход. В Екатеринбурге вот сейчас там одна подстанция переходит, да. Там Пермь и Киров уже полностью перешли. То есть там уже нет дороги назад. И с этой точки зрения, конечно, им более рискованно было. Тут более проще, то есть они, если им не понравится, они в штат уходят и спокойно работают. Мне кажется, что здесь есть ещё и четвёртая ментальность. И если говорить о том, как предприниматели относятся к бизнесу с государством, тут, наверное, тоже есть немало количества разных стереотипов, начиная от того, что всё пилят и воруют, и заканчивая тем, что государство — это такая тоже костная, неповоротливая структура. И бизнесу с бизнесом куда проще договориться оперативно и сработаться, казалось бы, чем бизнесу с государством. Расскажите вообще, как это всё начиналось, какие были нюансы для вас, как для предпринимателя? Что нового было, к чему пришлось привыкать или чему-то учиться именно в работе с таким клиентом, заказчиком, как государственная машина? Государство — это очень такой притязательный клиент, на самом деле. И, опять же, повторюсь, наверное, в первой части я говорил, вот это ощущение, если витают у кого-то, что с государством можно всегда договориться и что-то там замутить, — это всё лирика. Не наш случай. Не наш случай. Во-первых, в нашем случае это скорая помощь, и тут шутить с этим вообще ни в коем случае нельзя. Да, просто ещё такая специфика — это же спецтранспорт, это не просто какие-то машины. Конечно, который работает 24 часа в сутки. И отвечает за жизнь людей. Да, и там главный врач, понятно, главным врачом может там сесть на такси и уехать, а врач скорой помощи, которых мы возим, они не могут сесть на трамвай и поехать к больному на вызов. Поэтому это действительно очень важно. Так вот, начиналось это всё, вот я уже говорил вам о том, что изначально это всё выросло в Перми. И призыв был со стороны правительства. Именно государство, да. Попробовать, посмотреть, тоже тяжело ведь всё это было. То есть всё не… Вот этот как раз ментальность и плюс человеческое отношение, что там вот предприниматель не будет там работать, где ему невыгодно, и он в любой момент может уйти, там обанкротиться и всё остальное. Это такой момент. Более того, у нас даже были случаи, когда мы там в начале своей деятельности, там первые два года, когда у нас там на одной из подстанций забастовка была, там 10 минут, там, и я приезжал там в эту ситуацию. Из-за чего? А они не хотели переходить на аутсорсинг? Нет, там уже был наш аутсорсинг, и у нас был аутстаффинг, то есть мы персонал не брали себе в штат, а покупали как бы эту услугу предоставления персонала. И та компания, она вовремя не выплатила зарплату, а для водителя, это ведь ему без разницы, там аутстаффинг, не аутстаффинг. Вот он ездит на этих машинах, он считает, что вот всё. Что вы ему и платите. Да, что мы ему и платим. Вот там не выплатили, всё, у людей сразу истерика, как так, и вот там на одной из подстанций, то есть там не было никаких перебоев, потому что все подстанции работали, и этот день был, ну, 10 минут это ничего не решает. Я оперативно приехал и взял к себе в штат, и вот с того времени, конечно, всё стало хорошо, но это был для нас такой урок, что сейчас там зарплаты, это номер один там всегда, да, там, и это предприятие. Принципиальная политика организации только своё, никаких вот аутстаффингов мы уже не применяем. Вы же до этого занимались, как я понимаю, бизнесом маршрутного такси, это тоже было ноу-хау в Перми, вы привезли эту идею из Москвы, правильно? Да, то есть до этого я вообще в студенческих лет, я вообще по образованию врач-психиатр. Это помогало, наверное, на забастовке. Это вообще по жизни, на самом деле, очень помогает, потому что, ну, коммуникация с людьми — это важно, это самое главное, и зная психологию людей, ну, проще как-то выстраивать отношения, и так, чтобы принимали решения в твою пользу. Так вот, изначально я занимался там сотовыми телефонами, то есть у меня была там сеть компании торговых точек, и вот мы там занимались, потом начали заходить в регионы крупные сети там, которые торговали, деминговали очень сильно, и мы вовремя продали. А так как я постоянно ездил в Москву, там договариваться по поставкам телефонов, я видел, что здесь ездят маршрутки, а в Перми не ездят маршрутки. Я думаю, как так? Надо шут менять в этой жизни, у людей должен быть выбор в Перми. И когда мы уже продавали, мы, соответственно, эти машины рассчитали, куда мы поставим, закупим первые там 10 машин, нам хватало от продажи денег на первоначальность у нас лизинга. И в результате мы там развились за 3 года до 100 автомобилей, то есть это такая была, ну, по сути, мы единственная была компания, которая занимается в городе маршрутными такси. Это тоже было очень трудно, заходили мы на этот рынок тяжело, он закрытый был там в то время, это там и милиция контролировала, и там транспортная инспекция, и кто только туда не контролировал, но никакой там конкуренции настоящей не было. И поэтому нам надо было, а мы наивные ребята, там лет 20-21, я пришел, мне говорят, мальчик, ты куда пришел вообще, какой конкурс, какие машины, какие маршрутки, у нас тут большие автобусы ездят. Но в результате немытем докатанием я добился, нам выделили маршрут, и мы начали вот ездить. Потом дальше было постоянные смены руководителей комитетов, и вот ко мне обратились, видели, что молодой активный, обратились перевозчики и говорят, а давай сделаем ассоциацию перевозчиков. Мы на волне подъема тогда Единой России сделали ассоциацию перевозчиков, Единый союз перевозчиков. Он объединил себя там около 30-40% вообще всех перевозчиков, и первая акция, которую мы сделали, это 50% скидку пенсионерам во всех наших автобусах. Нам же надо было как-то заявить о том, что мы хорошие. Да, что мы хорошие. Мы примерно посчитали, что это не очень накладно, и вроде бы сделали. Но прежде чем это сделать, я решил позвонить в приемную мэра и сказать, типа, мы хотим придумать акцию, может быть, вы как-то присоединитесь к ней, с трамваями поддержите. На что меня помощники сказали, мы соединим вас, как только будет возможность. Но, в общем, никто не соединил, а мы акцию эту затеяли. Через 15 минут после того, как вся пресса написала, что вот такая история случилась, мне просто пил звонок от мэра. Продолжим разговор с Евгением Фридманом после новостей. Оставайтесь с нами вдоль и на Финам.ФМ. С нами Евгений Фридман, основатель компании, которая занимается сдачей государства в аренду машин скорой помощи с водителями Новоскор. Мэр, и мы рассказываем вам увлекательную историю общения с мэром города Мир. Да, вот, в общем, этот мэр с нами соединился. Мы очень сильно ругался. На своих помощников, я надеюсь, не на вас. На своих помощников и на нас, как так мы могли сделать, чтобы предприниматели честные и порядочные сделали скидку. А депутаты мне месяц назад подняли тариф, мы с ними не согласовали. Вот, ну, в общем, от этого тоже был плюс большой. После этой истории любой мой звонок помощникам с предложением согласовать что-то с мэром заканчивался через 5 минут контактом. Так вот я познакомился с нашим мэром в первый раз. Вот, а значит, по поводу возвращаясь нашего бизнеса, да, и вот развивая вот этот союз перевозчиков, в какой-то момент вот как раз нам и предложили проанализировать вот этот весь рынок. Мы проанализировали уже по транспорту, здравоохранению. И у нас была параллельно этому процессу вот как раз в маршрутном такси возник с партнером конфликт. Там нас пытались, я пришел в компанию, мне пытались сказать, а ты кто такой, иди отсюда. Вот, и по сути мне пришлось с нуля, там, в 2007 году, то есть я остался вообще абсолютно из всего. И вот вы ушли из... Да, я ушел из компании, то есть там были уголовные дела, и, значит, нас там хорошо очень прессовали. Но, тем не менее, все, слава богу, закончилось, опять же, хорошим уроком. То есть вот вы видите, мы предприниматели не по образованию, а так вот просто... По призванию. По призванию, да, поэтому на своих ошибках, к сожалению, не учимся. Ну, с другой стороны, наверное, это более правильно. А я как раз хотела спросить, чего вам не сиделось в бизнесе маршрутного такси? Ведь это действительно такая золотая жила. И почему понадобилось вливаться в такой непростой проект, как сдача автомобилей, спецтранспорта в аренду государства? Так я сейчас понимаю, что выхода особого выбора-то и не было, да? Ну, тут вопрос выбора не было, но, с другой стороны, они чуть рано мне сказали, кто я такой, как бы, если бы они через полгода, они бы еще могли бы отобрать уже этот бизнес. А так получилось, что вроде это. Ну, закончилось все. То есть можно сказать, что вы пережили некий рейдерский захват бизнеса? Это, на самом деле, так и было, и не очень приятно, то есть при этом... Это были местные пермские? Да, это были пермские, это дети уважаемых людей с большими ресурсами, и там нас прессовали очень хорошо, но мы, как бы, вот, правда все-таки победила, удалось добиться, и там параллельно этому мы вот сейчас спокойно с вами сидим, разговариваем и развиваем проект «Новая скорая помощь». А у вас сейчас уже они не смогут поступить подобным образом? Ну, мы умнее, мы два раза на грабли не наступаем, во-первых, во-вторых, я сейчас единственный собственник в компании, поэтому для меня это урок был, я больше ни с кем бизнеса не делаю. Но, тем не менее, вы говорите «вы», у вас есть партнеры? Нет, мы, я говорю о команде, то есть для меня очень важна команда людей, которые окружают меня и которые помогают мне делать бизнес. Вот, и если, то есть я могу загореться, могу какую-то идею дать, да, направить, но для меня важно, чтобы специалисты были. Мы собрали вот за эти семь лет очень сплоченную команду профессионалов. Привозили из других городов? Нет, мы собрали именно в Перми, и причем вот когда постоянно возникает вопрос, а там не создать ли центр компании, так как мы развиваемся в Москве или еще что-то, вот меня очень сильно это останавливает, потому что, ну, не все готовы взять и переехать, а для меня человеческий потенциал — это самое главное. Как я всегда говорю, когда меня спрашивают друзья, а ты не хочешь уехать куда-нибудь жить в другую страну, там, где поспокойней, как любят, да, там, пора валить из рашки? А я говорю, я не могу уехать, потому что моя родина — это мои люди. Это не место, в котором я нахожусь, а людей я не могу с собой перетащить. Отдыхать везде хорошо, а работать надо там, где родился, и более того, все-таки тут есть большой потенциал в нашей стране, и я хочу, чтобы там весь наш бизнес, который мы делали, там, независимо, там, сотовые телефоны, там, на тот момент это было то, что, там, позволяло людям повысить качество жизни, там, маршрутное такси, возникает выбор, да, тоже повышение качества жизни, изменения, там, скорой помощи, да, это тоже новая услуга в формате именно на новых машинах и каким-то образом пытаемся что-то изменить. Не все это оценивается вот прямо так на ура, но мы оптимисты и продолжаем это идти вперед. Ни соблазнов переехать в Москву или в Петербург нет у вас? Вы знаете, нет, то есть я много нахожусь в Москве по времени, и, ну, так как приходится коммуницировать, малая авиация еще не так развита, да, чтобы вот из Перми можно было везде улететь, и встречи очень часто проходят в Москве, поэтому с этой точки зрения я здесь нахожусь много, но вот моя семья, мое место жительства, это Перми, там, это мой родной город, и я никуда оттуда выезжать не собираюсь, поэтому мы будем дальше развивать этот бизнес, и вот если, например, вспомнить в 2006-2007 году был такой в стране у нас национальный проект здоровья, вы помните, наверное, тоже слышали, когда там было закуплено около 15 тысяч автомобилей скорой помощи, это было закуплено за государственные деньги, именно за федеральные деньги, сейчас ответственность за покупку и обновление транспорта за регионом, мы постоянно с вами слышим про какую-то экономику, что сейчас вот не очень все хорошо, как бы, да, поэтому вот наша задача сейчас путем открытия новых регионов, там, сделать эту модель системной, да, и чтобы все-таки в государстве, там, в Минздраве, несмотря на то, что там о нашем проекте знают, но в него поверили, потому что, когда мы приходили с одним проектом Перми, да, нам говорили, ну, блин, это исключение, у вас там губернатор. У вас город особый. Да, у вас город особый, губернатор там крутой, значит, у вас там вообще и культура, и искусство, и все такое. Да, да, вам там повезло, вот, когда мы приходили с Уфой уже, мы говорили, ну, блин, ну, здорово, ну, мне надо еще что-то. Сейчас у нас Киров, и вот там в ближайшее время Екатеринбург, да. А по какому принципу вы сами выбираете регион? Ну, мы обращаемся, то есть мы направляем письма, я участвую в разных форумах, семинарах, где главные врачи, то есть я где-то в 7-8 году попал в эту тусовку главных врачей скорой помощи, и, в принципе, там, мы со всеми знакомы. И вот, ну, вода камень точит, то есть вот если, например, Перемь и, там, Кировская область, это инициатива в большей части власти что-то сделает лучшее, то, например, там, такая системная инициатива власти, то, там, например, если говорить про Уфу и Екатеринбург, это, там, стопроцентные заслуги главных врачей. Уже от врачей. Да, причем сами главные врачи говорят, мы хотим что-то изменить, мы понимаем, что вот сейчас нам взять и купить единовременно, там, 20, 30, 50, 100 машин не могут, мы хотим, вот, попробовать на маленьком количестве, если все пойдет, дальше будем размещаться. И сегодня, там, Уфа уже пошла, там, на 2-3 подстанции, и там уже не мы выигрываем, то есть мы участвуем, но мы не можем, там, например, допинговать так, как это, и поэтому начинает развиваться конкуренция. Это очень важно, то есть в этом бизнесе нельзя ни в коем случае допустить монополию, потому что я вот этот момент пропустил, он такой специфический, но важный, что вообще транспортное обеспечение скорой помощи, оно в России сейчас выстроено двумя путями. Первое, когда внутри скорой помощи есть свой штат, там, водители, завгар такой-то и свои гаражи, а второе, это когда есть МУП или ГУП, например, в Москве вот есть ГУП, МОССАНТРАНС, это вот та специализированная организация, которая, по сути, так же, как и мы, сдает машины в аренду скорой помощи, но единственное отличие, это то, что она является монопольная, она является, то есть не в конкурентной среде, и, то есть любые попытки снизить им финансирование заканчиваются, ну, не ходить не будем, они руки выкручивают, не могут ничего сделать. Вот в Перми тоже был раньше МУП, он вот, когда им звонили, главный врач и говорил. Это очень странная вообще система, при которой государство самому себе в аренду что-то сдает. Ну, вот такая модель есть, это на самом деле практика была сделана, когда вот только рынок формировался, и рыночной экономики не было, а надо было создавать предприятия, и вот создавались такие муниципальные или там государственные предприятия, на которых это все строилось. То есть сейчас те регионы, которые прогрессивные, они постепенно закрывают вот эти МУПы и ГУПы и заводят это в конкурентную среду, то есть заводя малый и средний бизнес в эти ниши. И тем самым, соответственно, делают услугу более качественной. Да, но с другой стороны, можно же их все-таки понять действительно со всеми их страхами, а как тогда государству, там, я не знаю, ну или отдельному учреждению, отдельному главврачу понять, что вот с этим предпринимателем можно иметь дело, а с этим не стоит. Ну вот я начинал говорить об этом и говорил о том, что очень важно передавать поэтапно, то есть очень аккуратно, понимая, что, например, вот там нам отдают сейчас шесть машин в Екатеринбурге, одну подстанцию, то есть мы выиграли аукцион, и мы будем там с воскресенья предоставлять этот транспорт. Они понимают, что если вдруг, там, они нас не знают, да, там, кто мы такие, что мы такие, там, мы можем широко улыбаться, но в работе они нас не видели. Они понимают, что если мы шесть машин там в воскресенье не дадим, у них есть резервные парки, они экстренно выставят их и спокойно окажут услугу, и никто не пострадает. Когда уже притирка прошла, посмотрели, еще дальше выводят, да, там, то есть очень важно понемножку выводить, и очень важно это делать именно в конкурентной среде, то есть нельзя ни в коем случае вступать ни в какие взговоры и ни в какие договоренности, что вот только вот эта компания будет работать или еще что-то, даже если маленькие объемы там, даже если город там. Вообще у нас по нормативу, так для слушателей, наверное, интересно, сколько должно быть скорых в их городе, то есть на 10 тысяч населения одна бригада, то есть если город миллионник, то это 100 бригад, если там город 10 миллионник, то это там тысяча бригад. На 10 тысяч населения бригада, мне кажется, это очень мало. Да. Ну, это вот есть такие нормативные документы, нет, вполне достаточно. Серьезно? Да, да, причем это рекомендательные идут нормативы, то есть это не является каким-то обязательным законом, ну, примерно вот ориентируется, там, в Перми 95 бригад, там, в Екатеринбурге, там, 120 бригад, в Уфе, там, 85 бригад, то есть, и, в принципе, вопрос не даже в количестве бригад, а вопрос в количестве подстанций. Это очень важно иметь, например, Перми очень длинный город, есть река, есть много железнодорожных переездов, и если поезд поедет, неважно, сколько у тебя стоит машин, там, под паром, под паром, да, как бы ты не можешь проехать. Оперативно, да. То есть это важно развивать вот эту сеть маленьких станций, подстанций, филиалов, и чтобы время доезда было, то есть есть некий там закон, который говорит о том, что доступность транспортная должна быть около 20 минут, то есть не время доезда, а вот если все идеально, и, как бы, там, нет пробок больших, а текущая, то есть за 20 минут скорая должна доехать по закону. И мы, когда вот обновили полностью 100% там с нашими коллегами, конкурентами в городе Перми, время доезда очень сильно сократилось. — А машины выезжают за город? Вот на самом деле ведь, как часто слышишь жалобы от людей, которые живут в маленьких поселках, деревнях, вообще расскажут какие-то страшные истории про то, что там до ближайшего райцентра 150 километров, скорых нет вообще, сам никогда не доедешь, фельдшер там на 30 сел один и все такое. Я не знаю, вам выходите за пределы мегаполиса? — Значит, ну, мы выходим туда, куда нам скажет врач выходить, то есть у нас нет никаких ограничений, мы подчиняемся. Наш водитель, он подчиняется нашему там директору только в том случае, если там попал в ДТП, там, или машина сломалась, или еще что-то, да, там ему там надо, заболел он. А с точки зрения оперативной деятельности он подчиняется непосредственно врачу, старшему врачу бригады. Врач ему говорит, включай мигалки. Он включает мигалки, едет с мигалками. Говорит, не включай мигалки, он не включает мигалки. Говорит, едем туда, он едет туда. И с этой точки зрения ту проблему, которую вы описали, она в общем, если глобально, не связывая с аутсорсингом, не связывая с проектом нашим, она действительно есть. И сейчас вот как раз в рамках реформы было сделано, что скорая перешла на уровень региона, не на муниципалитет регионы. Они сейчас объединяются за год, и система более будет манерной. Мы общаемся с основателем компании «Новоскор», которая занимается сдачей государства в аренду машин скорой помощи с водителями в Уфе, Перми, Кировске и Екатеринбурге. У нас в гостях Евгений Фридман. Жень, так вот, да, к вопросу вообще доступности помощи такой скорой медицинской для населения. Ваша идея санавиации связана именно с этим? Да, то есть вот у вас тут в заставке всегда идет там это, о том, как конкурировать, как вот рассказывают предприниматели, мои коллеги. Для нас очень важно именно оставаться всегда на плаву и всегда быть в тонусе и создавать себе какие-то приключения, потом их решать. Вызовы, да, и потом их решать. Так вот, один из вызовов, это, точнее, было в том году два вызова, которые мы для себя определили, это попробовать в санавиации. Вот, причем санавиация не вертолетная, а самолетная. Сейчас есть определенные на это предпосылки, то есть очень большой упор делается на малую авиацию, на развитие малой авиации. И мы будем пробовать в этом году получить сертификат эксплуатанта, то есть это будут использоваться маленькие самолетики, там типа Цесны, 6-8, там 12-местные. Это будут использоваться там чешские самолетики. И для нас именно важно в комплексе подходить, то есть машина может довезти до самолета, а самолет дальше долетит. Да, да, да. Вот, там есть глобальный вопрос, это площадки, потому что если вертолет может практически сесть везде, хотя полетные функции, способности у него меньше, чем у самолета, самолет в более, может, тяжелых условиях климатических, всяких ветреных ехать. Тем не менее, вот, где садите, есть вопрос, но при этом мы понимаем, что там у нас есть в советское время очень большое количество площадок, вот мы сейчас занимаемся их изучением там совместно с партнерами и будем это реализовывать. И второй вызов, который мы сделали, мы хотим совместно с компанией, которая специализируется на переделке автомобилей из бензиновых в электромобиле, хотим попробовать сделать первую «Газель скорую помощь» полностью на батареях. Да, вот, слышали, может, там есть такие автомобили Тесла. Да, конечно. А что это, выгоднее по деньгам или вас волнуют вопрос экологии? А нас и то, и другое интересует. То есть, ну, как предпринимателей нас, естественно, интересует вопрос экономии и некого какого-то инновационного решения. А с точки зрения там жителей страны и человека, который не хочет из этой страны уезжать, это экология и общее состояние климата и все остальное. Так это же надо, чтобы розетки были по всему городу. Да, это не самая проблема большая, с учетом, что машины закреплены на подстанциях и они фиксируются, все равно рано или поздно туда приезжают. То есть, мы вот как раз сейчас формируем некое техзадание. Я думаю, что через месяц-два его закончим. К концу года вас пригласим обязательно, покажем вам электромобиль первый. Обалдеть. Электромобильная «Газель» — это что-то вообще утопическое. Нет, на самом деле, вот много очень оппонентов про «Газели», что как так вы там на «Газелях» ездите, абсолютно отличный автомобиль, его давили до ума, и рабочая лошадка, которую вот если правильно эксплуатировать, правильно ремонтировать… В нашем климате. В нашем климате. Фиаты, вот когда мы первые брали машины, они еще, кроме ремонтов, они очень большие, и во дворы ничего не въезжают. Да, они въезжают, им там трудно разворачиваться. Слушайте, а начинка автомобилей? То есть, вы покупаете автомобиль со всем необходимым оборудованием? По техзаданию мы предоставляем автомобиль, который вот картинка красивая, вот эта разукрашенная, белая, с красными крестами, с синими мигалками, внутри носилки, мебель, проводка электрическая и проводка для кислородных баллонов, там розетки, пневморозетки, всякие разные кондиционеры стоят. Само медоборудование остается за скорой помощью, потому что его эксплуатируют врачи, чтобы не возникало конфликта интересов. Вот такая модель изначально была принята, и она там приветствуется, по сути, вот в всех четырех регионах, где это существует. Мне все-таки очень интересно, вот вы выросли в семье врачей, правильно? Мама врач. Мама врач. Папа-преподаватель музыки. Что преподает? Папа-преподаватель музыки? Музыки, да, заслуженный работник культуры, баян-окардион. Потрясающе. А в кого вы такой предприимчивый? Откуда эта жилка, когда в 20 лет человек запускает новый бизнес в большом городе? На самом деле, как я начал заниматься бизнесом, это очень интересно. У меня мама, у нее есть такая предприимчивая жилка, она вообще врач-гинеколог. Попала как раз в определенный период перестройки страны и каким-то образом пыталась различным образом дозарабатывать к папиной деньгам. Какие-то свои деньги хотелось, самостоятельности. Занималась разными пищевыми добавками, еще что-то. Ну, как это все врачи, в принципе, в то время, в конце 90-х, в 2000-х это все делали. Так вот, она решила купить себе сотовый телефон. И у нас в Перми тогда не было больших салонов связи, а был там один или два, и туда только могли ходить очень богатые люди, уважаемые. А все остальные покупали с рук, то есть газеты из рук в руки, звонили. И приезжал мальчик, открывал багажник, у него там новые телефоны лежали. Он ему давал, деньги отдавали, телефон отдавали, и все, все были рады. И вот она пошла купить такой телефон, разговаривает с мальчиком и говорит, слушай, а ты, говорит, что телефоном-то занимаешься, выгодно, что ли? Он говорит, ну да, выгодно. Я раньше там теннисом большим преподавал, этим тренером был. А в то время Ельцин же занимался теннисом, и это же было модно, то есть это тоже было дорого. И она так, ну значит, это точно выгодно. Вот пришла, мне рассказала эту историю. Может, ты, говорит, попробуешь как бы тоже телефонами заниматься? Я тебе вроде дам деньги в долг на 2-3 телефона первых, потом отдашь вроде. И вот так вот начала заниматься бизнесом, меня затянуло. А когда заканчивал медакадемию, ну, надо было делать выбор, то есть или все-таки уходить в бизнес глубоко, или там оставаться в медицине. Я принял решение уйти в бизнес, но вот судьба так распорядилась, что мой сейчас бизнес связан, по сути, с медициной. И я кроме удовольствия как бы от самого бизнеса, я получил удовольствие от самой работы, от того, что это связано с медициной. И мы каким-то образом можем вместе улучшить качество медицинской помощи населению, в рамках именно государственной гарантии. А вас знают в Перми вообще? Ну, Перми все-таки и меньший город, чем Москва, да? Может быть, люди здороваются на улицах, я не знаю, вы там звезда местного масштаба. Я активный пользователь соцсетей, фейсбуков, твиттеров, и там в свое время даже в ЖЖ очень много писал, ну, как бы без ложной скромности. Действительно, мы там со всеми знакомы, и там, если вы спросите, где найти Фридмана в Перми, приехав в аэропорт, вам там чек 3-5, наверное, покажет, где меня найти. Надо спрашивать водителей. Да, наверное. Кстати, у нас были маршрутные такси на аэропорту, да, ездили. Мы там долго тоже договаривались, но они туда начали ездить. Вот, и с этой точки зрения это как плюс, так и минус, потому что всегда популярность, с одной стороны, она влечет за собой ответственность повышенную, и внимательность, там, любой какой-то, не знаю, не сбоя, а какой-то вот, ну... Ну, причем напиться и устроить дебош в ресторане уже не сможет. Ну, я вообще не пью, как бы, но, в общем, пример хороший, да. Вы ведь одно время состояли в опоре и поддерживали местный малый и средний бизнес. Да, я три года пробыл членом организации, мы создали оригинальное отделение, я считаю, по праву, это одно из лучших было оригинальных отделений в России. Это был полезный опыт? Это очень был полезный опыт, я считаю, что вот опыт опоры, это просто сумасшедшее, просто для меня, там, вот когда я, там, в том году принял решение выйти из организации, я вышел не потому, что, там, что-то с кем-то поругался или еще что-то, просто я всегда отношусь очень проектно, там, ко всем вещам, и если я приходил в организацию, я обещал для организации сделать то-то, организация для меня то-то, было выполнено, надо идти дальше, надо... Мы создали костяк, сегодня, там, без меня организация хорошо в Перми развивается абсолютно, и при этом мы, там, все друг с другом общаемся, и мы, там, друг друга поддерживаем, консультируемся и все остальное, но вот вид со стороны, он очень важный, то есть, когда ты внутри, ты, глаз зашоривается такой, как бы идти трудно объективно на какие-то вещи смотреть, а когда ты вышел, так, наверх, сверху смотришь на них, можешь подсказать, а вот тут лучше пойти вот левее, тут правее, тут как-то экспертную позицию занимаешь уже из этого плана. С учетом того, что опора — это единственная, по сути, организация в России, именно такая массовая и масштабная по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, школа очень хорошая, и вот до сих пор, кто бы ко мне там ни обращался, я всегда их отправляю в организацию, чтобы они ходили, потому что знаю, что опора не обманет и поддержит всегда в трудную минуту. Вот сегодня буквально говорили с подругой о том, что очень странно, почему в регионах огромное количество людей нашего возраста от 25 до, я не знаю, до 40, вместо того, чтобы что-то сделать, предпочитают сидеть на диване, ругать правительство, ругать москвичей, там, я не знаю, и жаловаться на свою жизнь. И это еще одна какая-то пятая ментальность, которую нужно преломить. Как помочь этим людям и надо ли вообще им это как-то состояться? Некоторым людям могут помочь, только могут помочь мои коллеги-врачи-психиатры. А в большинстве своем человек все равно просто так из никуда не становится. То есть это жизненные какие-то примеры детства, воспитания. То есть какой-то пинок под зад, причем этот пинок может быть не в формальном плане пинком, а вот какой-то переломный момент, при котором человек встанет и скажет, все, я пошел, хватит сидеть. Но таких действительно очень много. Мы на себе-то ощущаем, когда на разных интернет-ресурсах появляется информация о наших проектах, и на форумах, как их называют, тролли, начинают это писать. То есть не понимая, о чем вообще, кто что пишет и что комментирует, но там строчат по 2-3 часа без остановки, все опять тут распилить, пришли приватизировать. Там с учетом моей фамилии, там это еще все усугубляется. И, соответственно, не все просто, но я думаю, что это, знаете, вот как... Вот кто-то верит в Бога, а кто-то не верит в Бога, да, неважно там какой национальности. То же самое и тут. То есть вот пока человек сам в себя не поверит, он там не пойдет никуда, не делать. Но ощущение вот этого адреналина от предпринимательской деятельности, оно, конечно, сумасшедшее. И когда ты чуть-чуть его почувствовал, остановиться практически невозможно. Оно сильнее, чем давление ответственности? Ну, для меня ответственность — это вообще принципиальная позиция вообще в бизнесе. И там ответственность за коллектив. То есть когда я что-то там пытаюсь сделать, куда-то пойти, я думаю, ага, если это не получится, что у меня будет там с коллективом? И для меня это очень важно. И вот мы там начали развивать разные направления совсем малого бизнеса. Там общепит, значит, там студия. Я не сомневаюсь, что в этом вы тоже преуспеете. Спасибо огромное, Евгений Фридман, основатель «Новоскор» был с нами вдоль. Спасибо.